Плеснут нефтью в костер спора батьки с Кремлем. Политика. По советское пространство 6 января 10-11 плеснут нефтью в костер спора батьки с Кремлем. Литва и Латвия попытались предложить помощь Минску в его разрастающемся конфликте с Москвой. Сергей Орлов. Комментарии в просмотрах 6870. На фото, флаги ООО Гомель Транснефт Дружба и концерна Белнефтехим у линейной производственно-диспетчерской станции Мозырь, Гомельская область, Белоруссия. Фото, Наталья Федосенко, ТАСС. Литва и Латвия попробовали влезть во вспыхнувший накануне Нового года нефтяной спор Минской и Москвы. Напомню, его суд в том, что Белоруссия с 1 января перестала получать российское топливо, так как не удалось договориться о ценах. То есть об их снижении. Поэтому и не были заключены соответствующие контракты. Но прибалты опоздали. Вильнюс и Рига предлагали свои услуги, как бы желая помочь братской стране. Так они отреагировали на угрозу Александра Лукашенко в адрес России организовать альтернативные поставки нефти в Белоруссию. Услуги прибалтов не понадобились. Уже 4 января концерн Белнефтехим сообщил о договоренности с Россией. Белоруссия оформляет документы для поставки первой партии нефти, закупаемой по цене без так называемой премии поставщикам, то есть без 10 долларов за тонну. Эксперты говорят о 240 миллионов долларов в год в пользу Минска. Читайте также, профессор Катасонов, что такой пузырь ВВП цифрами можно жонглировать долго, но жизнь не обманешь. Ценовые секреты нефтяных отношений России и Белоруссии не раскрываются. Но известно, что, несмотря на так называемый налоговый маневр России, Минск все равно в 2019 году получал нефть по ценам ниже, чем другие страны в размере 80 вопросительный знак 83% от рыночных. Эксперты считают, что только в прошлом году и только на этом Белоруссия сэкономила больше 1,5 миллиарда долларов. Но Батька захотел, чтобы в 2020-м импортная нефть обходилась ему еще дешевле. Судя по последним сообщениям, свои 240 миллионов долларов дополнительно он пока выбил из Москвы за счет отказа от премии поставщикам. Видимо, его угроза об альтернативных поставках была своеобразным шантажом скорее политическим, нежели экономическим. Ведь потерять и Белоруссию по примеру Украины Кремль, понятно, не хочет. Вряд ли Батька решился бы на альтернативный импорт нефти по рыночным ценам. Руководитель дирекции Клайпецкого порта по маркетингу и общим вопросам Артура Сдрунгелас признал, Белоруссии выгоднее всего импортировать нефть именно из России. Это политический вопрос, у Белоруссии есть альтернативы, но все они дороже и они невыгодны, сказал он агентству. БНС. Конечно, зависит от цены, по которой продает Россия, но затраты на транспортировку однозначно намного выше, если везти морем. Тем не менее, в Литве, а также в Латвии все эти дни взахлеб говорили о возможности поучаствовать в нефтяной интриге между Белоруссией и Россией. Глава литовской компании Клейпедознефта Дарюса Шелянский сообщил, готовы ли мы. Да, мы готовы, и технологически, и физически, но это не наше решение. А глава предприятия грузовых перевозок ЛГКГ, литовских железных дорог Эгиди Юслаза Ускас подтвердил, это предприятие тоже готово возить нефть из портов на Балтики в Белоруссию. Друнгилас добавил, у нас есть опыт транспортировки сырой нефти в Беларусь. Оказывается, однажды из Ирана таким образом был импортирован один танкер с сырой нефтью. Так что Минск уже давно прощупывал возможности организации обходных путей. И, судя по отсутствию дальнейших шагов, не был удовлетворен. Правда, Шелянский сообщил агентству БНС, что консультации с белорусской стороной об импорте нефти через Литву идут постоянно. Лаза Ускас раскрыл тайну. Последний раз с белорусами пришлось вести беседы на эти темы три месяца назад. Эти консультации были только для того, чтобы начать транспортировку. Должны быть присланы заявки на определенное количество вагонов. Пока мы их не видели, сказал он. Естественно, не видели. Зачем батьки нефть по рыночным ценам? Но тогда для чего эти консультации? Либо на случай назревающего большого скандала с Кремлем. Либо сама такая утечка сигнал Кремлю. В секрете подобные межгосударственные консультации сохранить трудно. В конце концов, о них же рассказали даже журналистам. И все в открытой печати. Шелянский из Дара заблачил Минск. Они ездили и к нашим коллегам в Латвию, тоже пытались понять, какие там возможности, сказал он. Тоже не особый секрет. Представительница отдела коммуникации Министерства сообщения этой республики и Вета Концена сообщила ТАСС. Сотрудничество транзитной отрасли Латвии с Белоруссией очень значимо, в том числе и рост объемов транзита нефти является одним из возможных направлений. Латвия заинтересована развивать объемы грузов и обеспечить нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии поставками нефтетранзитом с латвийских портов. А еще она подчеркнула, как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и на железной дороге. Между тем, Александра Лукашенко не могут устроить поставки нефти в его страну через Прибалтику не только из-за рыночных цен. По литовским данным, Белоруссия импортирует из России 18 миллионов тонн в год. По другим даже 24 миллиона. Но Шелянский спризнает, Литва может дать Минску лишь 3 миллиона тонн ежегодно. На большее у Вильнюса нет мощностей. Латвия способна помочь Батьке еще меньше, так как в странах Балтии именно Клайпецкий порт является лидером по перевалке жидких грузов. Лазаускас предлагает, если Белоруссия когда-нибудь всерьез обратится к региону с просьбой об импорте нефти, то весь поток придется разделить по всем морским портам восточного побережья Балтийского моря. То есть помогать сообщая скоординированно. Однако, похоже, не обратится Батька к этим соседям, пока Россия будет продолжать подкармливать Белоруссию. Пусть и не так щедро, как хотелось бы Минску. В 2020-й, в обнищавшей России богатеть будут только олигархи. Социальное расслоение в России достигло уровня рабовладельческой Римской империи. То есть в Вильнюсе считают, будто Россия намерена поглотить Белоруссию. И снова меняют гнев по отношению к Батке, которого еще недавно сами называли не иначе, чем последним диктатором Европы, на милость лишь бы поссорить с Россией. В 2010 году прежний президент Литвы Даля Грибаускайте уже пыталась приручить своенравного батьку. Даже приглашала его в Вильнюс. Александр Григорьевич с удовольствием принял знаки внимания. Но ожиданий Запада тогда не оправдал. И вот продолжение сериала о любви Запада к Белоруссии. Ну, о Латвии хотелось бы еще и привлечь белорусские активы, отнять их часть у Литвы. Александр Лукашенко ведь подавал такие сигналы. Он возмущен противодействием Вильнюса строительству белорусской АЭС, которую предлагал Литве возводить вместе. И не раз обещал наказать Балтийскую республику за такое поведение, перевезти грузы из Клопецкого порта в Латвийские. Латвия же не отказывается от электроэнергии белорусской АЭС, которая вступит в строй в этом году. Тем самым она заслужила расположение президента Белоруссии. Но пока в основном в сфере риторики. Ну и последнее. Когда Россия снижает цены на энергоносители для Белоруссии, на Западе кричат, батьку загоняют в ловушку. Его покупают. Когда Россия поднимает эти цены, там же те же люди кричат практически то же самое. Кремль давит, шантажирует, заманивает батьку. Почти анекдот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова